Радио 54 Первое областное радио Доброе утро Доброе утро, друзья Вам нужно как-то подготовиться и не ударить в грязь лицом Ну, во-первых, Кубок наций О нем уже знают все больше и больше людей Но это великая штука, которая объединяет людей Несмотря на границы, несмотря на небольшие сложности К нам в Новосибирск приезжают любители волейбола Из многих стран мира На самом деле Кубок наций Из числа спортивного проекта превращается Алексей, берите вот этот микрофон, подвигайте его к себе Давайте вдвоем Вот так вот, мы будем с Никитой Вот, но на самом деле Кубок наций Он из числа спортивного проекта Который, может быть, в самом начале таким и обсуждался Превращается в глобальный проект По дружбе народов Это прекрасно Это такое неформальное общение Я бы так сказал, народная дипломатия Когда мы, конечно, приглашаем играть в волейбол Но разрушаем стереотипы в мире О России, о суровых россиянах Сибиряках, медведях, валенках и все прочее Сюда, когда приезжают Те, кто оказывается первый раз Говорят, что мы боялись А когда все заканчивается, говорят Возьмите нас еще раз Да, возьмите нас еще раз И, конечно, в первую очередь Это происходит благодаря тому, что Две российские команды принимают участие Проводят эту неделю вместе Делятся своими впечатлениями, своими знаниями Проводят вместе не только время на площадке Но и за пределами площадки Со всеми вытекающими В общем, отсюда уезжают люди Заряженные на позитив на Россию И, что самое главное Они в своих социальных сетях Открыто эту позицию несут Вызывая удивление во всем мире Это очень классно Он будет в мае Это юбилейный Кубок нации Он будет в пятый раз проходить Но мы считаем в пятый Потому что в 2016 году Впервые мы провели матчевую встречу Россия-Франция Тогда это была просто безумная идея Но французы решились Приехали И вот оттуда мы начинаем свой отчет 15 стран мира 15 стран мира будет Будет 16 команд Но две команды будут представлять Россию Это Новосибирская область Никита Скоробогатов Капитан бедской команды Протсип И право представлять Россию В 2020 году вновь У нас вот так традиционно Выигрывает команда автомеханика Из города Кемерово Илья Овчинников Сегодня специально из Кемерово Приехал с вами на этот эфир На самом деле очень приятно Спасибо тебе за этот поступок, Илья Да, пожалуйста Да, пожалуйста, господи Да, все сложно Кстати, к вопросу о километрах Мы сегодня пока ждали эфира Обсуждали Мы беседуем с разными странами Представителем в разных странах И в Израиле Один из людей Которые потенциально Мог, как сказать, команду Когда я знаю, где люди Собираются, играют И все прочее В общем, он не поехал И когда все Почему он сказал Ты знаешь, там надо было Ехать километров 20 И там очень сложно Припарковаться Я решил не ехать Вот так вот Но это не по-нашему Да, это не по-нашему Вообще волейбол Он такой самый корпоративный вид спорта Ну что там говорить Почти все Трудовые коллективы Друзья, знакомые Объединяются в волейбольные команды Наверное, с этого же и все И началось По большому счету И в каждой стране есть люди Это тоже корпоративные команды Или это сборные приезжают к нам? К нам приезжает сборная И мне очень нравится Что это объединение друзей То есть это, знаете, Не профессиональные командированные команды Для нас это вообще табу То есть нам бы не хотелось Чтобы сюда приехали люди Ну и сам формат Микс, во-первых, да? Микс это две девушки, четыре парня Да, и это, конечно, Вносит свои коррективы Но для нас важно Чтобы люди приезжали И хотели быть здесь Сами хотели Чтобы они какие-то усилия Для этого прилагали Вот А если команду Какая-нибудь страна Ну вдруг, мы предположим Что этот кубок станет Ну для кого-то очень нужен И отправиться в командировку Езжайте, выигрывайте Это сразу чувствуется Это чувствуется И в общении людей Это чувствуется В их настроении В отношении В том числе и к Новосибирску И к России Зачем нам такие Кстати, дорогие друзья В группе ВКонтакте Береговой волейбольной лиги Можно увидеть Очень много фильмов Ну, которые такие Итоговые фильмы Кубка на сайт И фильмы Можно эту атмосферу Почувствовать Да, какие они все Замечательные, прекрасные Простые люди В общем-то Которые просто играют в волейбол И любят Россию Все больше и больше Самое главное В этом году Давайте к самому Проект Береговой волейбольной лиги Кубок наций Проект Алексея Беленького И его команды Был Замечен Оценен И, в общем-то Вознагражден Как правильно же сказать Фондом президентских грантов Это высокий уровень Причем в прошлом году Принимали участие Как спортивный проект Но поддержки не получили А вот в этом году Вы выбрали Иное направление И получилось Вот таким образом Эту историю Победно завершить Ну-ка расскажите-ка Что за такое Загадочное направление Которое позволило вам Стать обладателями Может быть В спортивной среде До сих пор иногда Существует то, что Ну что такое Какой-то смешанный волейбол БВЛ Ну что это Не спорт вообще Несерьезно Несерьезно как-то Что бы мы ни делали Как бы в мире Уже наше имя не звучало Чем мы очень горд Конечно Несерьезно И через спорт Мы не смогли пройти Этот проект Не был оценен Экспертами Я не знаю почему Не оценен Не оценен Вот Но можно было Сложить руки И посыпать голову пеплом Но мы решили Это не про вас Это не про нас Вообще история Мы решили Хорошо Если мы не можем Изменить фонд Мы можем изменить себя Вот И мы Значит Стали размышлять И поняли Что Проект Народной дипломатии Общественной дипломатии Международных отношений Это как раз то Что мы делаем Ну просто через волейбол Кто-то это делает Через искусство Через культуру Через Не знаю там Черт знает что Короче не важно Главное Чтобы объединить людей По всему миру И мы решили Что это замечательная идея Которая в итоге Привела нас к тому Что мы выиграли Везденский грант Благодаря которому Больше половины бюджета Проекта 20-го года У нас уже есть гарантированно Это 3 миллиона 730 тысяч рублей На секундочку Да это очень круто Вот вторая половина Она получается Консолидированными усилиями Партнеров и спонсоров В том числе Не финансовыми Ну например Управление спорта Города Новосибирска Нам предоставляет Замечательный спортивный зал Север Да это тоже Достаточно большая Статья затрата Не только В общем вот так Ну нужно сказать Матчи Кубка Наций Проводятся Ну просто на очень Высоком уровне Вот как Выглядит Картинка Профессионального Супер профессионального Волейболта А вот у ребят Спросите Я вижу На площадке И вот я подвожу Потому что Один из наших гостей Аж из Кемерово К нам ехал А 10 минут молчит Представляем капитанов Команд сборной России Команды Которые будут представлять Россию Из Кемерово И наших Берчан И скитимцев По-моему тоже Нет Берчане Новосибирцы У вас тоже не играют Вот Видите Все-таки тоже Сборная получается Давайте мы скажем Кемерово тоже Новосибирцы играют Вот сейчас разберемся Возьмем небольшую паузу И перейдем Ко второй части Нашей беседы Радио 54 Первое Областное радио Подождите Как бы разобраться Да Профессиональный Не играл еще На Кубке Наций У вас дебют Нет А Кемерово Уже защищали Цвета Российского флага Нет Четыре раза Да Вот это да Ну а хочется конечно узнать Как это происходит И как происходят не только игры Да Но и вся эта неделя Вот так можно в нескольких словах сказать Ну давайте я поделюсь эмоциями Так как Илюха Илья он знает уже От и до Мы Илюху все равно дождемся в эфире Потому что 300 километров Потому что Кемерово нам не простит Конечно Да Четыре года их команда завоевывала это право И ну по делу По делу Они становились и призерами и победителями этого турнира А мы ну назову так Мы просто залетели в этом году на этот Кубок Наций У вас Вайлдкарт был Да Вайлдкарт И вот на такой вот энергетике Мы просто Такой себе отпуск Вот у себя дома Скажем так устроили Мы пообщались С иностранцами Поиграли в волейбол На качественном Качественном уровне Правда Но это турнир Это высший турнир По крайней мере Вот у наших ребят У нас профессионалов нет в команде И вот Это тот Тот самый Новый год Можно сказать Вот В волейбольной Скажем так В волейбольном сезоне А как это в организации вообще происходит? Корпоративная Вот такая игра В волейбол Кто-то пришел Стукнул кулаком по столу Или это все было совершенно по-другому Это было искреннее желание сотрудников Компании Протсип Правильно, да? Нет, не так Это зарождалось давным-давно Начали мы путь с 2009 года Вот Наши две команды Кстати Юбилейный год Идет 19-й Тогда начиналось все Все просто А давайте попробуем Давайте Еще летом играли у нас И еще про берегу волейбольной лиги Да, да, да Ну там же есть еще и соревнования в лиге Они очень длинные Там сезон очень большой В лиге начали мы с летнего турнира С открытия летнего сезона Летом у нас в Берске На берегу Все хорошо Приехали, поиграли Просто для души на самом деле Да, да А потом время летит быстро Незаметно А сейчас вот мы уже второй раз Поедем на Кубок наций И будем стараться Ну вот смотрите Чтобы было понятно Затянуло В будущем в мае Который пройдет Пятом Кубке наций Примут участие команды Есть заявки Есть заявки во всяком случае От Японии, Австралии, Гонконга, Франции, Великобритании, Польши, Казахстана И даже заявки от новичков Корея, Индия, Испания и Германия Столько замечательных спортивных людей приедет в Новосибирск Ну, Илья, все-таки Слово Илья Наконец-то Кемерова Тоже не будем спрашивать Откуда появилось название автомеханика у вашего коллектива Да, тут тоже все понятно Ну, а у вас как? Как знаменитая команда из Кемерово Вот уже второй Кубок наций, защищающий флаг России Появилась на свет? Четвертый, прошу, прощай Как появилась на свет? Да, пришла идея Скажем так, играл когда-то за команду Акулы, да И результаты, которые мы достигали в определенные моменты Меня стали не устраивать И Он же по-серьезному Да, возникла мысль Почему играть за кого-то, когда можно сделать свое И с этого все началось И в итоге На протяжении года года Мы ровно за год поднялись С самой низшей группы в самую высшую группу На БВЛ И затем Стали стабильно там участвовать Дальше образовался Кубок регионов Где нужно становиться в своем регионе Лучшей командой для того, чтобы представлять ее И когда Кубок регионов в итоге Команда начинает представлять Далее нужно выиграть весь этот турнир Чтобы попасть на Кубок нации И естественно мы каждый раз ставим такую задачу Чтобы стать лучшей в регионе своей Потому что у нас тоже есть очень хорошие команды Как команда Тибет, Кемзадзо Кемерово, которая тоже так же заходит И пока у нас это получается Вот, ну а на данный момент Конечно у нас было огромное желание В этом году снова попасть на Кубок нации Потому что мы прекрасно понимали Что нам путевку не дадут Да, Алексей? Крузин из Троцелевской области Как негатра Вот, поэтому у нас не было вариантов И бились мы до самого последнего Хотя этот сезон был очень тяжелый Да, были травмы У меня была личная травма там Голеностовного сустава И в принципе были тяжелые выезды И там открытие летнего сезона Мы заняли третье место Потом Иван Купала мы в принципе вообще заняли Это так турнир называется? Да, да, да Слушайте, друзья, мы говорим о любительском волейболе сейчас Да смотри, как все серьезно прямо Во-первых, серьезно Во-вторых, сейчас была прекрасная история Такая радиозарисовка К тому, как работает целеустремленность в жизни человека Вот она так и работает Ты в итоге в любом случае добьешься Того, о чем ты мечтаешь Если ты будешь не сдаваться ни на В районе голеностопного сустава, правда? Ни в районе тех людей, которые говорят Да нет, конечно же, вы никуда не попадете, ребята А в итоге все получается Вообще Кубок нации это еще большой комьюнити Вот такое слово я сейчас международное сказал По всему миру Потому что люди общаются Побывав в Новосибирске, поддерживают связи Социальные сети Вот на каком уровне это находится Есть даже история, когда Ну вы ее рассказывали, во всяком случае Когда где-то за рубежом у кого-то были проблемы с формой И обратились за помощью к вам через соцсети Ну вот расскажите еще что-нибудь На самом деле, действительно Чем больше команд и игроков приезжают сюда из разных стран Тем быстрее распространяется информация по всему миру Потому что волейболисты так либо иначе общаются В том числе и в интернете, в социальных сетях И информация о турнире, о том настроении О наших российских командах Она все быстрее и быстрее распространяется И когда сейчас смотрят на то видео Где играют наши замечательные команды не только И удивляются Это вы правда говорите о любезненском волейболе? Вы правда говорите, что это вот такой турнир? Вы правда так все организуете? И это переносится уже не только на площадку Но и на сам уровень подготовки Поэтому, например, французы в этом году ехали на игры соотечественников Не могли успеть там во Франции Никто им не мог успеть сделать форму Они говорят, мы видим, какая замечательная французская форма у команд Вы можете нам это сделать? И наш кардатор Мария Кайгород Она смогла добиться от поставщиков Сделать так, что мы направили Сделали форму, отправили на игры соотечественников И французская команда, детская команда Она выступала в форме Кубка нации Это было очень круто Ну и, собственно говоря, тот позитив, который распространяется для нас Это одна из основных задач Особенно, когда мы говорим о народной дипломатии В рамках президентского гранта Да, между прочим, финалы Кубка нации Насколько я помню, показывает телеканал УТС Да В этом году будет тоже самое Картинка-то, кстати Я болел по телевизору за финал Япония Япония Россия Да, я болел по телевизору Там была потрясающая японка, которая брала все, что можно было брать Замечательная, веселая женщина Как оказалось, бухгалтер, наверное, да? Да Она, на самом деле, сказала, что в школе играла И вот сейчас подготовка к Кубку нации Она перевернула всю жизнь Какой язык, кстати, Кубка нации? Как вы общаетесь? Знаете, мы общаемся на русском Да ну Вот И так интересно получилось, что изначально нам говорили Вы знаете, вот сайт, новости, если вы пишете все время на русском Ну, как бы люди же там на английском, на английском И мы-то сейчас задачей с разработчиками Давайте сделаем английский, английский А потом вдруг поняли Подождите, вы едете в Россию Вы едете в Россию Надо как-то подготовиться Почему? Ну, мы заходим на японский, если они пишут на японском Почему мы не можем говорить на русском? Это же абсолютно нормально Мы не хотим противопоставить себя кому-то Мы просто говорим Ребята, учите русский И вы не поверите, учат Англичане вообще прямо там штудируют слова и даже песни подпевают Да, вы же Тяжелее всем японцам, конечно Конечно Благодаря вот в том числе команде Никиты У нас появился такой гимн Кубка наций, который мы теперь исполняем Вот Ну и где же гимн? Сегодня нужно еще дожить до официальных маскотов Нужные символы какие-то, да? Ну, мы не будем сейчас все тайны рассказывать А, все понял, хорошо В 20-м году будет много нового Я надеюсь, это понравится не только нашим ребятам Ну и всему миру Слушайте, так вкусно рассказывайте А если сейчас у кого-то и слушателей Радио 54 Возникло желание сколотить свою, так сказать, в бухгалтерии, знаете ли, ударную силу Куда бежать? Где узнать всю информацию? Где зарегистрироваться? На сайт myvolie.ru, там есть вся информация Myvolie.ru Myvolie.ru, да Ну вот, кстати, у нас один из партнеров, значит, нашей лиги Руководитель, который был на балу волейболистов, где был Анатолий У нас это компания Кузина Посмотрев на бал, сказала, мы хотим разобрать команду 10-го числа, команда заходит Молодцы Если будет желание, через два года они могут посоревноваться вот с этими ребятами За право участвовать в Кубок нации Ну, просто быстрее не дойти до этого уровня Ну, конечно, нужно время какое-то наразогнаться Желаем вам, чтобы все прошло на ура, на пять, потому что это пятый Кубок наций До мая не так много времени Но начали мы по графику, насколько я понимаю, с сегодняшнего интервью Пусть все получится, и Россия вперед, Новосибирская область вперед Ребят, не подкачайте Ребят, мы вас верим, удачи, конечно Вот такая целеустремленность, пусть не сбивается градус ее никогда Алексей, ну а вам персональное огромное спасибо за все то, что вы делаете в этом направлении Потому что ваша позиция очень правильная Это значит, что у вас и дальше все будет получаться еще лучше и больше Поскольку верной дорогой идут Идете, товарищи, очень хорошо В обнимку с мысль Победит сильнейший Такой-то, да Президент БВЛ, организатор Кубка наций Алексей Беленький И капитана нашей команды Никита Скоробогатов и Илья Овчинников были у нас в гостях Радио 54 Первое. Областное радио